Продолжение следует... Просто вот ни на что не хватает времени, поэтому вот это вот чудесное содержимое вполне может поваляться без дела. Наверное, надо с этим будет что-то делать, чтобы без дела не валялось бы. Потому что такие вещи без дела валяться не должны. Какой-то неправильный цвет. Ну да ладно. Зато в чемоданчик. Чемоданчик это удобно. Внутри электронный индикатор. Где-где-где? Вернись назад. Я все прощу. Одну уронил. Ну и ладно. Я специально для них заказывал несколько батареек. Эти батарейки можно вот так вот сразу здесь держать. Да? Перетранспортировки. Не внутри, а снаружи. Почему я заказывал такие батарейки, а не покупал их в магазине? Все просто. Потому что в магазине крона стоит там 100, 150, 200 рублей. Ну и так далее. А сколько ее хватит, всегда большой вопрос. Эту же крону можно заряжать от microUSB. Ватнул, зарядил, пользуйся. Разрядилась, зарядил еще раз, пользуйся. И природу заодно бережешь. Так. Та-да-та-та-та-та-та. Ай! Не пугай. Не пугай, еще не клюет. Так, 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 так. Сказал бедняк. Давайте проверим. Та-да-та-та-та. Та-да-та-та. Та-да-та. 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 Та-да. Та-да-та. Та-да. Так, ну, все достаточно просто. Включение, выключение, тональность, громкость и количество писка. Количество писка. Давайте сейчас что сделаю? Сейчас я их сначала быстренько все три проверю на всякий случай. Иен-то касаемо раз. Касаемо два. Ну, по-моему, они как минимум влагозащищенные. Как минимум они влагозащищенные. Как максимум. Та-да. Продолжение следует... Так, ну что? Думаю, я сейчас принесу свингер и... Вы подумали, что я свингую? Нет, свингер это для рыбалки. И расскажу сейчас подробнее, что это, для чего это и с чем его едят. Попробую вам нарисовать, как это выглядит на рыбалке. И потом в будущем, я думаю, наверное, покажу уже непосредственно в деле, если получится. Итак, принес я свингер. Свингер выглядит у нас вот так. И давайте я вам обрисую, что из себя представляет... Ну, вообще, как все это дело используется. Используется все это дело следующим образом. Берем бумажку. Берем маркер. И... Наверное, более толстым давайте нарисуем. А значит, ну, бывают тройные стойки там и так далее и тому подобное. Мы берем сейчас самый простой вариант. У нас идет стоечка для удилища. Удилище может стоять вот так. А может, например, быть, что более правильно, стоять на второй стойке. То есть, здесь у нас рогатинка. А здесь у нас электронный индикатор. И удилище находится под вот таким вот углом. Идет в воду. А почему под таким углом минимально будет ветер колебать все это дело? Да? То есть, вот у нас удилище. И, собственно говоря, пошла леска. Вот здесь у нас висит катушка. Опять же, идет леска. А далее начинается самое интересное. Эта леска немножко прогибается. И вот здесь вот, вот здесь вот, как раз вешается свингер. Вот он. Да? А он своим весом ее прогибает. То есть, на дне у нас лежит кормушка. Она весит определенный вес. Делаем натяжение. Натянулась леска. После чего вешаем свингер. И если рыба берет наживку и идет от берега, то свингер подымается вверх. Да? Происходит натяжка. Он подымается вверх. А если рыба идет к берегу, то наоборот. Да? Пропадает натяжка. Свингер опускается вниз. Соответственно, леска находится на валике. То есть, вот у нас леска пошла в воду. Вот она пошла к свингеру. И если рыба уходит от берега, то леска крутит валик в эту сторону. Происходит песчание. Да? И индикация поклевки в виде звука. Если она идет к берегу, то натянутая леска идет сюда. Происходит точно так же, опять же, индикация звуком о том, что происходит поклевка. Ребят, самое главное, да, вот очень вас сильно прошу, если вы используете электронный индикатор на водоеме, промимо вас там сидят другие люди, когда вы делаете перезаброс, выключаете его. Выключаете, когда делаете огрузку. Потому что, когда вы огружаете вот это на весь водоем, у вас охота в воду кинуть, притопить и немножко объяснить, что, ну, ребят, я пришел посидеть в тишине, у меня вот эти твои перезабросы регулярно на трех палках с тремя электронными индикаторами, вот это подтягивание, нафиг не нужно. Если не умеешь, купи колокольчики, пользуйся колокольчиками. Все, да, ну, то есть, вот, ребят, выключили, огрузили, включили, все, пользуйтесь. Ну, там, проверьте, там, работает, не работает, разок пискнуть, ну, ладно. Вот это пи-би-би-би-би-би-би-би, ну, точно ни к чему. Извините, наболело. Значит, сам свингер крепится к стойке и вешается на леску. А помимо прочего, свингер можно, урановые рудники, ватнуть в электронный индикатор, и в этом случае будет происходить следующее. Когда будет происходить поклевка, давайте я, наверное, звук выключу потише, да, он еще и будет светиться. То есть, после того, как произошла поклевка, вы услышали пи-пи-пи, и если вдруг вы прозевали, да, то вы будете, а, видеть, какая клевала. Ну, лампочка почему-то не горит. По-моему, раньше она еще тоже какое-то время горела. Ну, немножко моргает после этого. Ну, то есть, если вы видите сбоку, не видите, какой, ну, там, по лампочке будет видно. Свингеры, как правило, разных цветов, но, опять же, это не просто так. А помимо прочего, свингер, висящий на леске, он позволяет, что если, ну, вы видите, он там ходит вверх-вниз, вверх-вниз, ну, в зависимости от того, что рыба делает с наживкой, да, вы понимаете, в какой момент подсекать. Подсекать, да, это палку вверх, и абсолютно без проблем свингер, висящий на леске, натянется, да, и с лески соскочит. То есть, вам ничто мешать не будет. Абсолютно без проблем. Вы подсекли, можете мотать, не думая ни о чем. То есть, вот приблизительно вот так примитивно выглядит вся эта ситуация. Если у вас катушка будет с байтранером, да, то, ну, вообще великолепно. Вы включаете байтран, и в случае, если рыба уходит от берега, пока у вас есть леска на катушке, ну, все будет орать, пищать, а рыба будет спокойно уходить. Вот приблизительно, что из себя представляет современная донка, да, на которой используется индикатор поклевки, свингер, и, соответственно, там кормушки, все остальное, но это здесь ни к чему. Значит, в этом видео я показал, рассказал, а к видео я положу ссылку на заряжаемые кроны. Ребят, реально это гораздо удобнее, чем их покупать регулярно. А ссылку на три индикатора в коробке, и на подобные свингеры. Ну, опять же, в коробке, в коробке это достаточно удобно. Вот я их покупал без коробки, но с коробкой было бы, наверное, лучше. Вот, и, собственно говоря, вот я нарисовал, как это выглядит. Это теория. Очень сильно надеюсь, что я скоро смогу вам делать видео с практикой, как все это дело происходит. Ну, опять же, ребят, да, как там... Ну, вообще, пишите, что вам интересно по рыбалке. Пишите, что вам интересно по рыбалке, попробую поотвечать. И, собственно говоря, там определенный товар рыболовного... Как рыболовной направленности у меня на обзорах будут. Поэтому смело подписывайтесь. Ну, скоро видео начнут потихонечку выходить. Опять же, это не просто там, типа, вот там это классно, это не классно. Это реально я беру для себя. То есть, если я это беру для себя, это, ну, я считаю, что это на самом деле полезная штука. Вполне возможно. Вы точно так же, посмотрев видео, скажете, о, классная штукенция, хочу это заказать. А теперь прощаюсь. Всем ни хвоста, ни чешии. До скорой встречи. С вами был я, Михаил, канал Картавый Блогер. Давайте, оставляйте комментарии, заходите в группу ВКонтакте, подписывайтесь, ставьте лайки. Ну, и, в общем, все как обычно. Увидимся. Надеюсь на рыбалке. Субтитры сделал DimaTorzok. Добавил субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...